Книга «Открытым оком», вопрос 394, Матфея 27 глава с 9 по 10 стих, тема Святая Библия. Тогда сбылось лечение через пророка Еремию, который говорит «И взяли 30 серебреньков, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечен, как сказал мне Господь». И дается сноске на Ереме 32.9 «Но там говорится совсем о другом, в чем дело?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, Еремей 32.9 «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которого она в Фофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреньков». Параллельные места были даны как указатели спустя тысячелетия, и никакого отношения к указанному тексту могут и не иметь. Они только помогают поиску, как и в фоне нужного слова. Вторая ссылка на пророка Захарию есть истинное пророчество. Захария 1.12 «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мою 30 сребреньков». Вопрос в другом. Денежные системы в государстве меняются, тем более их курс. Но за 600 с лишним лет государство, терявшее не раз свою независимость, свой храм, внешний и внутренний настрой, как говорят, образ, менталитет, в денежной системе именно в Сребренике замерло на мертой точке. Пророчество было извлечено не человеком, а небом. Вихри враждебные вели над континентами, рождались империи и рушились, а Сребреник стоял на месте. Никакие дефолты, инфляции, пертрубации его не касались. До того часа, как банкир еврейского Кагала отчитал ровно 30, выписал чек и передал в руки Иуды. Все. Отныне курс Сребреника мог отменяться несколько раз на дню. И второе поразительное свойство этого пророчества – объект купли. Не надо говорить, что стоимость доллара 200 лет назад и сегодня одинаковая, несоизмеримая. Но стоимость самого низкого презренного раба, не имеющего ничего, кроме деревянных башмаков, по самому низкому курсу в этот день, 13-го, написано, 34-го года Новой Эры, должна была равняться ровно 30-ти серебрянкам. Это цена униженная, цена унижения, быть может, стоимость одной ночи у преступной женщины. И третье, 2 Петра 1, 21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Исайя, 55-й глава, 11-й стих. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Господь Иисус Христос в одной из своих проповедей говорил о себе. Иоанна, 10-й глава, 1-й по 11-й стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверью овцам. «Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, и убить, и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь вечную и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Индия – это означает «через забор». Ни по пророчеству, ни по Писанию. И это означает, что если бы о Христе не исполнилось хотя бы одного пророчества, то о нем уже нельзя было бы сказать, что он вошел дверью, а был бы как вор и разбойник. Поэтому за него не могли заплатить ни 29, ни 31 серебряник. И на тот день в земельном комитете на аукционе свободной продажи земель, самой подходящей по цене, была земля какого-то горшечника. Ни плотника, ни кузнеца. Пророчества должны исполняться с абсолютной, без миллиона долей ущерба точностью.